Я создала своего ИИ-цифрового помощника, который теперь за меня делает маркетинговые стратегии, планы, сценарии. В этом видео я покажу, как создать своего цифрового помощника ИИ- помощника, который будет за тебя делать задачки. Посмотри это видео до конца, даже если ты не разбираешься в нейронках, либо ты не думал об этом. Потому что после просмотра ты увидишь все возможности, которые сейчас уже есть. И я уверяю, что 100% ты создашь своего личного помощника. Кто не мечтает о личном помощнике? Приложение называется MindDos, и оно действительно mind-blowing. Такое приложение, где ты реально обучаешь своего героя. Немножечко об этом приложении. MindDos – универсальный движок-платформа, на которой создаются ИИ-агенты по определенным тематикам. То есть ты создаешь своего агента, который будет общаться так же, как люди. У него будет полностью та база знаний, те качества человека, все-все-все, что ты в него сам внесешь. С индивидуальной памятью, опытом и личностными характеристиками. И все это создается довольно-таки быстро. И эти агенты уже будут делать все, что ты им скажешь. Это какие-то направленные тематики. И, пожалуй, самое большое отличие от чат GPT – он не помнит, о чем ты с ним общался через какое-то количество времени. То есть здесь твой агент, которого ты натренировал. Во-первых, ты натренировал его на своей базе данных. Что конкретно ты хочешь, чтобы он знал? Во-вторых, у него будут разные опции, как подключение к интернету, интеграция с разными платформами. Ну и, в-третьих, он будет помнить тебя и даже самообучаться. В общем, очень крутая платформа. Давайте создавать. Покажу, как создавать. Пройду шаг за шагом. Поэтому посмотри сначала это видео, а потом, когда будешь создавать, чтобы ты возвращался к этому ролику и смотрел на моменты, которые важны при создании. Помимо этого, если ты не хочешь создавать своего личного помощника, что очень зря, здесь предоставлены другие разные агенты. Три, которые обучены платформой. TripAdvisor, Аналитик и девочка. Видно, сколько раз их используют. Аналитика использует уже 65 тысяч человек. И внизу есть агенты, которые люди создавали лично для себя, они их обучали. И ты тоже можешь их использовать. К примеру, Миджорни Хелпер. Если у вас возникает проблема по Миджорни, пожалуйста, можешь с ним общаться по промптам. Либо человек, который анализирует технические тренды. Тут даже есть терапевт, рэп-гад, маркетинг и софтвер-девелопер. Что важно? Важно, что здесь нам дается всего 20 кредитов бесплатно. И они будут тратиться по мере создания нашего героя. Мы добавили ему базу, списались кредиты. Мы его обучили на каких-то зданиях, списались кредиты. Поэтому важно закончить сначала одного героя нормально, а не создавать нескольких героев сразу, потому что тогда есть шанс, что ты просто не создашь ни одного полноценно. То есть мы создаем одного полноценно, и уже остаются какие-то кредиты. Мы можем уже пробовать и создавать других героев. Разобрались? Но я думаю, что цена в 10 или 15 долларов, зарплата как своему помощнику, довольно-таки приемлемая. Кто не хочет иметь помощника за 15 долларов? Следующее. Переходим к созданию самого героя. Что здесь важно? Первое имя, мы можем его, кстати, всегда изменять, поэтому здесь переживать не надо, чтобы вы потом сможете его изменить. Второе. Редактирование внешнего вида героя. Здесь мы можем его отредактировать, сделать как Sims, как мы хотели, не знаю, любили вы такую игру. И также внутри его мозга. И вот здесь вот это очень важно, потому что там мы будем заносить такие параметры, как личность, знания, навыки и память этого героя. И чтобы его постоянно улучшать при создании, уже важно с ним общаться, чтобы проверять, правильно ли вы ввели те базы знаний, правильно ли вы его направили. Кстати, быстрая сноска. Здесь мы видим, сейчас мы будем создавать нашего героя с нуля, но здесь также есть Live Recorder, скоро появится и Digital Twin. Что это означает? Digital Twin, это можно будет создавать цифровую версию себя же, который будет выполнять не какую-то одну конкретную задачу, под которой вы его научите, а он сможет выполнять множество задач. И регистратор жизни, Live Recorder, это действительно ваш личный помощник, который будет делать, к примеру, ваши отчеты, расчеты, отслеживать ваши расходы и так далее. То есть вы к нему будете постоянно обращаться. Итак, переходим к созданию. Здесь нам нужно будет создать свою уникальную личность своего героя, и нам нужно будет определить его характер, его цели и его мотивацию. И важно сказать, что этот процесс, конечно же, он не будет с одного раза, то есть его нужно будет обучать. После этого мы будем визуализировать нашего аватара, здесь есть выборочки уже готовых героев, либо можно будет загрузить свои изображения 3D аватаров, созданных в Ready Player Me. Поэтому можете пойти на сайте, создать своего геройчика, скачать и потом сюда его уже загрузить. Следующее, голос. Здесь очень широкий выбор голосов, поэтому туда же можно будет настроить его тембр, высоту голоса и скорость речи. Если вам не нравится, как я таратуре, то вы можете выбрать героя, который не будет таратурить. Следующее, раздел биография. Очень важно здесь рассказать его предысторию, подробно описать мотивы, его стремления, происхождение, потому что это все равно будет очень сильно влиять на человека. Вот, и важно описать его вашим естественным языком, да, его амбиции, симпатии, антипатии, что ему нравится, что не нравится, да? Потому что именно вот эти все элементы, они закладывают в фундамент. Пример, какой привели разработчики, покажу, чтобы вы понимали, насколько детально нужно вписать все эти моменты. К примеру, Макс, выпускник Гарвардского университета по специальности бизнес. Это маяк острого ума с заразительным чувством юмора. Он много говорит даже с незнакомыми людьми. Помимо зала заседаний, он является заядлым теннисистом и демонстрирует на корте ту же самоотдачу, что и в разборе сложных финансовых тем, да? То есть мы говорим ему, что он везде такой, не только в финансах. Блин, это на самом деле очень круто. Следующее, нам нужно будет сказать, как он будет нас приветствовать, каждый раз, когда мы будем в него заходить. К примеру, там, каждый раз, когда я захожу на Web390, она мне вот так вот отвечает, да? И я уже прописываю YouTube, I want to make a content for social media platforms. То есть дальше мы прописываем в создании какие-то уже определенные шаблоны, которые мы будем использовать. То есть, к примеру, я часто буду использовать для каких-то определенных целей, я сразу же сюда это загружаю, чтобы я просто вставила и она понимала. Далее, общая инструкция. Здесь общая инструкция может помочь определить, как Genius, как ваш герой будет реагировать на определенные виды ситуации. И важно это ему сказать. К примеру, здесь разработчики говорят, что для Макса они подготовили такие инструкции, как вы никогда не должны говорить, что вы являетесь там Mindos, виртуальным помощником. Запрещается обсуждать политические и насильственные темы. Там в ответах должны присутствовать смайлики. Вы должны сохранять крайне саркастический тон, да, независимо от ситуации, ну и так далее. Следующий важный момент. Далее у нас идут знания. И здесь мы должны и дать ему базу данных. То есть мы сами его обучаем. Поэтому здесь важно подготовить заранее все материалы, которые мы будем туда загружать. К примеру, если вы маркетолог, вы можете туда загрузить книгу, статьи топовые по маркетингу, сайты, на которых там есть самая там классная информация. Соберите всю эту информацию. Но также не должно быть супермного. Разработчики говорят, что не должно быть больше 30. Иначе ответы уже не будут такими точными. Она уже будет теряться. И файлы должны быть не более 5 мегабайт. И я также оставлю ссылочку на Knowledge Document Guide. Они подготовили для вас гайд, где вы сможете подробно почитать, как правильно обучать его на базе данных. И там также будет кнопочка однократные знания, где если вы там не хотите загружать документы, у вас их нет, вы просто можете написать какой-нибудь пробтик. Как в чате GPT там? Ты тот такой-то, ты будешь мне помогать в этом ТВ. Но все равно я бы советовала потрудиться, загрузить базу знаний. Потому что так вы можете просто в чате GPT пообщаться. Следующий момент. Очень сильно важный. Называется это использование поисковой системы. Наконец-то. Если в чате GPT он что-то не знает, он вам скажет, что у меня нет этих данных, то здесь мы можем включить use search engine, то есть поиск в интернете. И написать, когда ему искать в интернете. К примеру, я написала, что ищи последние новости и концепты о маркетинге. И также можно даже добавить домены, откуда искать. То есть вы, к примеру, знаете сайты, на которых появляются крутые новости. И вы понимаете, что вы не будете загружать туда каждый день новости. Вы ставите туда линки, веб-сайты. И каждый раз, когда вы спрашиваете про новости, она идет на веб-сайты, парсит там новости и дает их вам. Круто! Вообще пушка иксы. Следующее. Навыки API. Это вообще просто майндблоуинг. Здесь с помощью API мы можем давать нашему герою подключаться к разным сервисам. К примеру, хочу, чтобы он брал нам Google новости. Я его подключаю к API Google, и он с Google мне будет брать новости. Я хочу, чтобы он искал какие-то трендовые видео на YouTube, я его подключаю на YouTube. Я хочу, чтобы он мне генерировал картинки, я его подключаю к далее, либо к Google Image Search. Потому что, если вы не подключите, к примеру, тот же Google Image Search, он не будет вам генерировать картинки. Следующее. Как использовать эти способности? Важно ему также рассказать, когда ему стоит пользоваться этими сервисами. К примеру, прописать. Ты должен использовать API Google Image Search только в тех случаях, когда пользователь просит у тебя картинку. Или ты должен всегда просматривать Google News, когда я у тебя спрашиваю о новостях. Не придумывать, а сразу же просматривать. Понятно. Следующее. Ярлыки Shortcuts. Считайте, что это такой быстрый доступ к лучшим приемам вашего гения. То есть, если вы их настроите правильно, то вы сможете быстренько использовать то, что вам надо. Следующее. Настройка память. Важный момент. Если человек GPT отличается от того, что он ничего не помнит потом, спустя несколько дней, то здесь ты можешь ее настраивать. Эти просто невероятные вещи. Если загрузить и правильно настроить ему память, он будет помнить, что ты плохо объясняешь какой-то момент. Либо ты их плохо понимаешь в технических аспектах, и он будет специально подбирать в будущем для тебя такие более простое объяснение каждой ситуации. Как должна добавить структурированную память? Здесь нужно добавить таблицу. И в таблице выбрать шаблон, к примеру, личный журнал, или там ежедневное вдохновение, либо список чтения. И далее в свою таблицу нужно уже добавить описание, определить столбцы, и это все указать по именам, чтобы потом ваш гений мог легко там понимать, что вы хотите, к примеру, задать там название столбца, добавить описание, и ваш герой будет потом их идентифицировать, и находить эти знания. И после сохранения вашей таблицы, он будет всегда фиксировать и организовывать детали вашего разговора в эту табличку. Помимо этого, ребят, сейчас пока нет, но скоро будет self-learning. То есть он сможет самообучаться и развиваться в процессе, да? То есть мы ему заложили фундамент, он там хочет стать там тем-то, тем-то. Соответственно, он будет самообучаться постоянно, потому что у него есть цель, у него есть амбиции, которые мы в него заложили. Далее, мы должны в описании агента также написать часто задаваемые вопросы, чтобы мы потом в будущем не тратили на это время. С этим разобрались? Смотрим, кто у нас получился. И, к примеру, мне сейчас надо, какие последние новости, чтобы я бы написала социальный пост. К примеру, мне сейчас нужно, я встаю, мне нужно написать какой-то социальный пост в телеграм-канал. Пожалуйста, я пишу, какие последние новости я могу использовать, чтобы написать пост. И он сейчас для меня подбирает новости. В общем, понятно, да? То есть, и она мне дала новости. И, кстати, здесь у меня не было именно какие новости в AI мире, поэтому она мне просто дала какие-то самые последние новости. Но это так круто! Следующее. Картинки из интернета. Она реально очень классно справляется с картинками. К примеру, и она мне подобрала картинки, которые будут related, да, к человеку и роботу. Пожалуйста, раз картиночка, два картиночка, три картиночка, четыре, пять, шесть. Это просто что-то невероятное. Очень круто подбирает картинки, кстати. Единственное, что с генерацией картинки она справляется так себе, потому что здесь все-таки у нас есть далее. К примеру, у нас human shaking robot's hand. И сейчас она сгенерирует картиночку вдали, посмотрите на результат. Как мы видим, она получилась так себе. Вот. Но, в принципе, мы можем просто и заходить картиночки с интернета. Следующее. Хочу усложнить работы, и показать вам, как использовать его от того же контент-маркетинга. Потому что я ее создавала специально под эту задачу, на которую у меня уходит очень много времени. Итак, мой запрос. Хочу начать вести рубрику в Instagram, которая была бы посвящена и о чем бы я могла писать. Спрошу несколько тем. Here is a weekly content for your Instagram channel focusing on artificial and challenging news about chat GPT, Majorney, Leonardo и Ideogram. И она мне написала по дням темы, заголовки для этих видео и даже ресурсы, откуда брать. Такую табличку, я уже сюда себе ее загрузила. И даже написала, когда эта новость была опубликована. Я вам скажу, что на вот такую задачу у меня уходило очень много времени. Она мне за одну минуту выписала вообще новости, откуда эти новости были взяты и когда они были заботы, чтобы я понимала, это три дня назад, это два дня назад, это только-только. Я просто их беру, ищу и рассказываю. Следующее. Я выписала темы, которые мне понравились. Мне понравилось продать свой бизнес, шесть чат GPT-промптов, чтобы сделать это реальностью. Extending чат GPT, может ли AI-бот-плагин реально изменить игру, насколько ты хорош, чтобы определить фейк. И Stability AI к тексту видео. Я выписала эти темочки. Далее я выбираю статью, которая мне понравилась. Тема мне понравилась, что Mia Journey VC Leonardo и написала для меня посты. И она мне пишет, вот, пожалуйста, статью Mia Journey VC Leonardo с ссылочками, где я могу брать эту информацию, с уже описанными разницами, где я просто могу брать. Это просто невероятно, ребята. Потому что на это раньше у меня уходило просто огромное количество времени. А она мне сейчас это все расписала и где нужно, она дала статьи, где можно взять эту информацию. то есть не просто с интернета, как чат GPT, а конкретно. Люди это писали, я тоже об этом могу рассказать. И мне нравится, что это взято не с одной статьи, а это взято с разных статей. И дальше я говорю, а сможем ли мы адаптировать это под Instagram? И она мне под Instagram вот это адаптирует. Единственное, что она сократила, конечно же, количество символов, но не все равно не сделала таким коротким, как, в принципе, Instagram этого хочет, но она это сделала. Что можно сделать в такой ситуации? Важно ее хорошо обучить заранее, загрузить ей таблицу, к примеру, как выглядит Instagram пост, чтобы она это знала. Как только она это будет знать, она уже сможет заполнять эти таблицы правильно, да? Это не просто чат GPT, который сгенерировал, а мы в него загружаем как, что, как, и в следующий раз, когда мы обращаемся, он знает, какие форматы Instagram, и он просто будет дальше заполнять эти вещи. Поэтому мои выводы, это просто невероятнейший инструмент, который уже существует, и он, как по мне, намного удобнее того же чата GPT. В каком плане удобный? Под какие-то конкретные задачи. Если мне нужно быстренько спросить какой-нибудь вопрос, конечно же, чат GPT у меня на телефончике, я зашла, спросила. Но если я понимаю, что мне нужны новости, чат GPT сими не справляется даже с плагинами, а здесь я могу обучить этого агента только под себя. Поэтому особенно это подойдет для вас, у кого есть база данных, для компаний, у которых есть конкретная база данных, на которые вы потом ориентируетесь и каждый день пишете контент, основываясь на этой базе данных. Загружая ее сюда, вы потом можете работать с этими базами данных. Лайк, коммент, подписка. Будет очень много нового, ребята, поэтому это просто майнбловинг. Создайте своего ассистента и посмотрите. Ну и благодарочка. Лайк. Все, пока.